Всех приветствую, мои родные, любимые и сердцу мои дорогие христолюбчики, братцы и сестры во Христе и все люди на земле. Всех вас приветствую, всем желаю всего самого доброго, светлого и чистого и радостного в ваши сердца, дома, души, семьи, вся сфера вашей жизни, что все у вас было хорошо. Мы с вами продолжаем серию видеороликов о йоге во Христе или о йоге глазами христианина, поводом которым явился комментарий Елены с вопросами о том, как я лично отношусь к практике йоги и могут ли христиане заниматься восточным искусством. Мы с вами находимся на второй ступени, степени. Представляете, как высоко мы взобрались? Да, эта ступень или степень йоги называется Нияма и сегодня у нас с вами третья добродетелька, хотите, третий шажочек по ней, по этой ступени, называется Дана. Давайте почитаем на некоем сайте, который называется традиция надхов. Мы с вами этот вопрос и изучим. Дана – это пожертвование, дарение. Например, жертвование на храмы, на духовные программы, пожертвование садху для еды и других нужд. Садху – это странствующий аскет, отреченный подвижник, йогин, ну, по-христиански есть такие монахи. Поскольку монахи живут только на подаянии, их необходимо поддерживать, так как они несут миру, духовную чистоту и дхарму. То есть на чем все движется – закон мироздания, религиозная вера, ну, то есть само учение несет, да? Законы, путь праведности, священный долг, добро, истинно, справедливость, гармония. Если садхака, то есть ученик, практикующий тот, кто выполняет садхану, занимается бизнесом и живет как грехасцха, жилище, семья, находящаясь где-либо поглощенной, занятой, преданной, посвятившей себя семье, дому, хозяин дома второй АТТТ, живет семейной жизнью, то ему надлежит жертвовать какую-то часть своих доходов. Если же садхак является саньяси, отреченный человек, принявший саньясу, следующий предписанием саньяси, яшма в индуазме монах, и не живет семейной жизнью, то он должен жертвовать все гуру и не иметь никакой материальной собственности, кроме самого насущного, что необходимо для поддержания существования и выполнения ритуалов. То есть еще раз, о чем нам говорится со страницы этого сайта. То есть, ну, во-первых, есть действительно, ну, есть учитель, есть ученик, да. Если, ну, учитель, который действительно посвятил свою жизнь проповеди истины, живет на подаянии. Тут что я могу сказать? Абсолютная истина. Здесь я как христианин, как ученик Господа и Бога нашего Иисуса Христа, пришедшего во плоти, глядя на его жизни, на его слова, я полностью согласен, что человек, посвятивший действительно целиком всю свою жизнь проповеди истины, не просто живя по этой истине, но и проповеди истины, хотя уже своей жизнью он светит, но осветить должен каждый христианин своей жизнью прежде всего. Но еще и словом, это целая, целая область, целое направление. Действительно, этим человек может заниматься, может нет у каждого своя мера. Да, в своей жизни реализовать святость мы должны все, все христиане. Мы видим йоги призваны, да, к этому. И в других религиях есть, правда, у всех понятия совершенствия разные, но сегодня не об этом, да. И, конечно же, сама проповедь, это отдельно. В принципе, всегда во всех системах, во всех мировоззрениях, во всех структурах, конечно же, человек живет от плодов и трудов дел своих. Ну и в частности, конечно же, человек посвящает свое дело учительству, проповеди, да, то он, конечно же, от этого дела должен питаться. Вы знаете, сам Иисус, с того времени, как он вышел явно на благовестие, он уже не трудился своими руками, он не был простым плотником, потому что все вместе делать невозможно. Целиком свою жизнь он посвятил проповеди, реальным делам любви, как жизнью святя, да, и словом. То же самое, когда призывал он к себе учеников, еще не будучи осужденным, распятым, убитым, воскресшим, вознесшимся на небеса, уже тогда Иисус точно так же учеников призвал оставить все, все мирские заботы и дела и полностью отдаться проповеди, служения и делами, и проповедью истины Царства Небесного всем вокруг. Точно так же потом поступали ученики Иисуса и по его вознесению на небеса, и сам апостол Павел много об этом писал. К сожалению, есть перекосы в христианстве в обе стороны, есть те, кто... Я, кстати, помню, тогда, да, мы с вами когда рассматривали добродетельные стяжания, конечно же, в христианстве я тогда забыл что-то упомянуть, потому что особо не готовлюсь, прям чтобы... Говорю от сердца, что у меня на сердце, то и на устах. Никаких себе программ я, в принципе, не делаю, и сам, в общем-то, буквально перед роликом прочитываю вот ту информацию на сайте, о данной... Я говорю, когда-то, конечно, я все это более глубоко изучал, сейчас просто так вспоминаю и говорю. И вот, конечно же, есть перекосы, я забыл об этом сказать, когда мы с вами не раз говорили о простоте жизни, о нестяжательстве. Конечно же, кто знает, в христианстве, к сожалению, тоже есть такие направления, как Евангелие процветания, кто знает, да. Я не буду называть эти известные секты, какие-то там организации, которые этим промышляют, да. Вы все их, кто вляпывался, знаете, или так на слуху, или наблюдали. Есть проповедники, которые их обличают, разоблачают, или как их там назвать, я не знаю, да, апологетами. Но апологетами как тоже не совсем. Они в прямом смысле там все это выискивают тех пострадавших, записывают ролики, выкладывают все. И вот действительно такое есть, к сожалению, в христианстве, да. Несмотря на всю жизнь учения Суц-Христа, которым они прямо противополагают себе, да, свое учение, свою жизнь, вот это, да, такое есть. Ихние лидеры купаются в золоте, в бриллиантах, в деньгах. Ну, естественно, все это потом касается жизни развратной. Развратной я беру не в смысле только там сексуальных каких-то извращений. Нет, в прямом смысле слова. Вот то, о чем мы вас с вами, я говорю, уже даже здесь, благодаря изучению, исследованию и югического учения, да, узрели, что все вот эти вот добродетели, скромность жизни, простота жизни, нестяжательность, все это ими отвергнуто просто, да. И они якобы называют себя христианами, из Библии выковыривают все, что угодно, начиная, ссылаясь на так называемых праведниках Ветхого Завета, типа там Давида и Соломона и всех царей, начиная с того же самого Моисея, еще Авраама и Исаака, да. И для них Иисус вообще ничего не значит, они только прикрываются его именем, и на нем просто спекулируют, вот и все. Такое существует, да. И вот здесь то же самое, конечно же. И отбирают прямо своих адептов, да, вплоть до всего. Но что мы считаем здесь, да, и наоборот, да, то есть есть где вот это перекор, перевес не в ту сторону, это где место действительно, сейчас мы коснемся милости, вот это пожертвование, да, поддержки вот именно проповедников истины, и вообще поддержки любого человека на земле. То есть, наоборот, перекосы, где, да, ничего тоже не делают. Кто-то вырвет пару стихов из апостола Павла о том, что он день и ночь трудился своими руками, да. А забывая о других местах, где он писал, что в этом же месте, причем к этой же церкви, пытаясь ее как-то пристыдить на самом деле, он в этом же и в другом, это Каринской церкви, очень любит оттуда выдирать, что там Павел написал, что он день и ночь трудился и якобы ничего с них не имел. Но только забывая, что в этих же двух посланиях, огроменных посланиях апостола Павла Каринской церкви, он в первом послании дает вообще в пример образец и в принципе говорит о том, что вообще-то вол, даже вол в Ветхом Завете, Бог через Моисей или Моисей там сам, в глядя на эти беззакония, дал такой закон в своем законе, да, тавтологично выражаюсь, но ничего, суть ясна, что не заграждайте рта у вола молотящего, волы, которые были привязаны к такому, кто знает, мельнице такой, да, привязаны, ходили по кругу, им подбрасывали все это зерно, они копытами своими все это истаптывали и умудрялись даже волам, додумывались завязывать рот, чтобы они ничего не ели, но просто пахали. Иисус тогда сравнил, ой, Павел тогда сравнил проповедников, учителей, наставников именно с этими волами и сказал, что, да, если уж волам, о валах ли печется Бог, конечно, о валах, уж тем более о человеках, да, и вы, кто заграждаете рот, да, вот таким вот учителям, а как заграждаете? А заграждайте тем, что эти люди вынуждены действительно днем и ночью думать только о своем пропитании, какие тогда можно успевать дела делать, если кто действительно, говорю, всю свою жизнь посвятил проповеди, учительству, наставлениям, помощи людям, вот такой духовной, да, в современном мире это ответы на звонки, ответы на сообщения, переписки, все вот эти записи, подготовка к записям, роликам, все эти обработки, выкладки, создание там сайтов, каких-то соцсетей и так далее, сообществ, да, их поддержка, их курирование и так далее. Когда у него будет на это время? Естественно, вы заграждаете ему рот для проповеди, если вы вынуждаете этого человека, так скажем, неподдерживанием, да, обеспечивать себя простым путем, каким-то делают все люди, тогда у человека, как у любого другого, не остается просто на это время. В том же самом послании Павел писал, уже прямо говорил, что всякий наставляемый словом, делись всяким добром с наставляемым, да, вот, почему там он это пишет, уже там же во втором послании, как вот то, что я вам сейчас процитировал, он уже прямо пишет и говорит, что на самом деле он в этой Каринской церкви очень сильно нуждался, был в нужде, непонятно по какой причине, болезни, раз он там вроде как руками день и ночь работал, что он реально был сильно в нужде, никто ему из этой Каринской церкви не помог, но ему оказывается помогли подаянием из другой церкви, более северной, и он очень благодарил за эту помощь, и говорил, что получился с обилием, с таким, что даже не ожидал, да, и был благодарен, и ни в коем случае не укорял за это, вот, и прочие-прочие места, да, есть они неоднократно, и то же самое с Иисусом, мы знаем, что Иуда, естественно, не без разрешения нашего Господа и Бога, Иисуса Христа, носил ящичек для пожертвований, мы знаем, что ему служили и им всем, всему его учительскому, так скажем, корпусу, да, и Иисусу, его ученикам, откуда тогда Петр, что оставил свою тещу и жену, кто ее питал, вот скажите мне, пожалуйста, а ведь он перестал рыбачить, откуда у них деньги были, что Иисус призвал Петра бросить свою семью, оставить жену и тещу, нет, конечно, значит, кто-то взял на них попечение, на себя попечение и заботу о жене Петра, о его тещи, и мы читаем в Евангелии, мы видим, что многие богатые люди, женщины, написано, мужчины, там, неважно уже не суть, то есть люди служили своим именем, что такое имение, имуществом, каким кто имел, да, особенно богат, уж понятно, там доходы есть, вот, мы это все видим в Евангелии, вот здесь то, что мы читаем с вами в йоге, о Дане, ну, во-первых, давайте еще раз, а то, может быть, я уже отошел немножко от темы, от йогического мировоззрения, сразу перешел на христианство, то есть еще раз, первое, это что, если учитель, то, естественно, его содержат, кто первое, либо его посторонние вообще люди, помогают таким, да, конечно, я вспоминаю, по-моему, сейчас я не вспомню, так называемый святой отец, как же его 10 век, ну, ладно, и он называл таких монахов, а по-моему, может, и Англесвичник, он говорит, монах Шатайка, или это Федор Студийский, или Феодорит Кирский, кто-то из них, монах Шатайка, то есть, они так называли плохих монахов, которые действительно не просто странствовали, да, они и проповедовали, они и подвязались, действительно, в святой жизни, и старались как-то благословать, а были монахи, которые действительно из дома в дом, как и Павел, еще вдовица обличал, которые просто, да, кроме сплетеней, обжорства и пьянства, в чужих домах ничего не устраивали, и таких вдов Павел порицал, то же самое, да, можно сказать, так и скажем, нормальные монахи, таким монахам, которые действительно просто шатались, из города в город, из дома в дом, чтобы поесть, посплетничать, поболтать, да, действительно не работать тогда, не нести какую-нибудь духовную миссию, их прозвали монахами-шатайками, я помню, всегда меня улыбало при чтении этих святых отцов, это в Добротолюбии, я помню, было, ну и потом я еще читал, конечно, они прозвали таких монахами, монахами-шатайками, монах-шатайками, по-моему, они их, или я уже, честно, я забываю, это давно все было, когда я читал, вот, и то есть, конечно же, если человек действительно несет слово истины, благовествует, проповедует, занимается такими подобными вещами, сейчас это мир интернета, естественно, больше даже, чем в реальности, и больше пользы, больше плодов приносит, тот, кто на этом поприще служен, конечно же, достоин чего? пропитания, называйте это как хотите, пожертвование, поддержка, помощь, да, я вообще называю соучастие, сослужение, то есть, мы вместе делаем общее дело, каждый действительно в члене, как говорил действительно Иисус, дал определение церкви, что это тело Христово, многие думают, что это делал Павел, нет, сам Иисус называл церковь телом, телом своим, Павел потом действительно подхватив это, очень много об этом говорил, и поэтому в теле действительно все члены важны, не важно, что это глаз, или ухо, или рука, и как Павел писал, казалось бы, самый ненужный, маленький, достоин большего попечения и заботы, и все нужны, и не может на самом деле глаз сказать, ухо ты мне не нужен, да, или пальцу, или ноге ты мне не нужна, рука не скажет, это глупость, поэтому действительно, вот я, допустим, занимаюсь этим проповедничеством, мне не стыдно, да, питаться от плодов дел своих, да, те, кто меня поддерживает, я всегда благодарен, всегда говорю, что мы вместе соучаствуем в одном благом деле, вот, и поэтому, это правильно, так было, я говорю, от начала, от Иисуса Христа, и будет продолжаться до второго его пришествия, но единственное, вот я хочу кое-что, конечно же, не все меня устраивает, в том, что я прочитал здесь, по йоге, да, то здесь, дальше мы что читаем, да, то есть, ученики этого учителя, могут быть двух видов, это понятно, бывают люди семейные и несемейные, тут такая грань, и опять же, эти семейные делятся, грубо говоря, на две такие категории, то есть, люди все-таки богатые, да, ну, то есть, люди, на кого кто-то работает, да, уже человек, который имеет какой-то бизнес, здесь так было русским языком нормально написано, то есть, люди бизнеса, конечно же, должны более поддерживать, более конкретно все это служение, люди, которые обычные, с утра до вечера работают, все полностью в семье, то есть, ну, могут себе положить, хотя здесь тоже так написано, что, давайте еще раз внимательно я почитаю, я не буду с вами экраном делиться, надлежит, жертвовать какой-то, надлежит, то есть, вот эти слова, ну, тут, в принципе, не знаю, переводы, не на переводы, что значит надлежит, или действительно, может так перевели, то ли должен, если садхака занимает, то есть, ученик занимается бизнесом, и живет как грехаса, ну, то есть, как зажиточный человек, богат, то ему надлежит жертвовать какую-то часть своих доходов, что значит, что это надлежит, это здесь подтекст обязан, вот, если обязан, то это плохо, я не согласен с йогизмом, да, он может это делать, если у него есть, знаете, повеление сердца, оно у него будет, если он посчитает это благим делом, да, благое дело, если он сам ученик, учителя, которого считают благим, которого считают праведником, которого считают учителем своим, которого всячески, сам от него действительно познал истину, в этой истине возрастает, идет за ним, потом, может, его и переплюнет, то ради бога, и хочет поддержать этого человека, который, вот, как мы разбираемся, Если действительно тут говорится об учителе, который всю свою жизнь на это положил. Поэтому он сам, если захочет, в общем-то это будет естественно, с одной стороны, если он начнет его поддерживать. Поэтому вот это надлежит. Мне, конечно, здесь не очень нравится. То есть что это такое? Добровольно-принудительный совет и рекомендация. Знаете, как у нас сейчас в России на день выхода этого ролика, 29 апреля, вы видите на экране 2020 года, у нас якобы пандемия коронавируса. Да, и у нас такие добровольно-принудительные каникулы с домашним арестом. Вот мне здесь это слово, мягко скажем, не очень нравится. И то же самое касается, если этот человек, как здесь написано, если же ученик является обычным человеком, саньяси. То есть он как бы... Нет, нет, тут где-то про семью-то я. Ну ладно, с семейными все понятно где-то. Или ниже было, да, дарение, т.т.т. Вот, если человек... То есть мы про семейных разобрались. Ну понятно, каждому по способностям и по возможностям. Я надеюсь, что здесь, в этом югизме, именно это подразумевается. Если же написано, человек такой же образ жизни принял, вот такой безбрачный, да, отреченный, как это говорят, от мира, да, не живет семейной жизнью, то он должен, здесь уже написано, жертвовать все гуру и не иметь никакой материальной собственности. Вы знаете, то же самое, кто изучал ортодоксальную традицию псевдохристианства, православие и католицизм, тот знает, что там очень подобные вещи. То есть, действительно, новообращенные монахи, приходя в монастырь, все абсолютно, ну, либо раздавали, продавали, раздавали нуждающимся, либо все это приносили к ногам, как чуть ли не по примеру раннехристианской церкви там ссылались. Да, и все полагали к ногам более опытных старцев, так этих называемых, они там сами решали на нужды, так называемые, монастыря, в котором пришел все это пустить, там, раздать какую-то часть нищим, все раздать. Ну, в общем, они отрекались, отдавали все тому, к кому они шли, а он там сам разбирался. И так. Кроме самого насущного, что мы обрежали с вами выполнение ритуалов. Ну, тут очень, я говорю, спорный вопрос. Во-первых, я, вы знаете, против вообще вот этого какого-то титулирования, как-то так называемого отшелинского, не отшелинского, монашеского. Я вообще против этих всех понятий. Кто меня давно слушает, тот знает, кто нет, тот сейчас узнает. То есть, да, люди бывают брачные и безбрачные. И то, знаете, я против каких-либо вообще обетов. Потому что, возьмите тот же самый вот этот брачный и безбрачный обет. Он не хорош, не плох. Не надо его давать. Живешь ты, вот я живу уже сколько лет один, да, живу и ладно. Живут люди семейной жизни и ладно. Семейная жизнь или бессемейная жизнь, у нее есть и той, и у другой плюсы и минусы. Одному и хорошо, и плохо. Вместе с кем-то и хорошо, и плохо. Это вообще не добродетель и не грех. Это надо, вот, по крайней мере, себе запомнить и уяснить. Поэтому, вы знаете, по поводу того же самого, вот этого раздавания. Во-первых, тут, конечно же, насколько я все-таки знаю, вот такой вот бурю и йогизм тоже достаточно уже глубокий, погруженный. Да, там есть тоже, он, конечно, страдает тем же самым, чем страдают все системы, и религии, и мировоззрение. Все начинается из-под палки. Ученик, учитель. Вы знаете, сам Иисус, хоть его и называют учителем, и он сам себя называл, да, и его называли ученики. И я, как вы слышите, могу по образу и примеру Иисуса Христа называть себя учителем, потому что дела мои обо мне свидетельствуют, потому что я записываю эти ролики, а вы слушаете. Но при этом я всегда люблю изрекать вот эту мудрость. Действительно, Иисус говорил немножко по-другому, но мне нравится такая короткая фраза. Иисус всегда говорил, и больше меня сотворите. Не надо думать, что нам в Евангелии дошла вся разнообразность красоты и истины, да. Бог всячески во всем и просвещает всякого человека, и красоте нет предела. Поэтому вот этим всем изречением, подчеркиваниях разных сторон истины бесконечное количество. И одно из таких изречений, я всегда от меня его часто, кто меня слушает, слышал, наверное, не раз, как я говорю, много даже, может быть, раз, что учитель – это не тот, кто тебя учит, а тот, у кого учишься ты. Это очень важно. Поэтому даже когда я сам себя якобы называю, вот, я говорю лишь о своей, конечно же, деятельности, да. И когда Иисус говорил не называть учителем, сам хотя он назывался, его называли, он никогда не противился. К сожалению, тоже многие недалекие люди не понимают абсолютно этих, этой заповеди Иисуса. Он имел в виду человека, который жаждет, чтобы его называли учителем. Кто меня знает, я по образу, пример, Иисуса Христа, я не жажду, чтобы меня называли. Мне вообще до лампочки, как меня называют. Я много раз рассказывал, когда я, у меня бывают работы, где я занимаюсь управлением, занимаю управленческие должности, занимаюсь чуть ли не антикризисным управлением, такие в моей жизни тоже бывают моменты. И там я, когда прихожу в организацию, все говорят, мне без разницы, как меня будут называть. Директор, генеральный помощник, учредитель, антикризис, да, начальника, да. Мне без разницы, хоть говном, говорю, назовите, только чтобы работали. И чтобы мы из этого, из этого прогала, да, из этого низа поднялись, да. Меня для этого наняли, и мы должны все сладенько сработать и выползти из этого. Вот, как вы, говорю, меня будете называть, прямо или за глазом, мне без разницы. Мне главное, чтобы вы выполнили свою работу. Тогда я выполню свою. По поводу учительства, то же самое. Кто со мной лично общается, тот знает, я никогда не задираю палец вверх, я тебе сказал. Я говорю, просто, что вот, если у нас просто идут расхождения, я говорю, вот у меня такая позиция, она твердая. О чем мы с вами уже в той же йоге изучали, да, твердость и стойкость в своих убеждениях. У тебя другой путь, пожалуйста. На этом, на этом наши дорожки расходятся. Я тебе ни прессовать не соберусь, ты мне никто в этом плане. Ты не мой раб, не мой ученик какой-то безгласный. Нет, пожалуйста, ты считаешь, все, ты от меня все взял, и тут ты тоже категорически настолько против, и не принимаешь. Тебе это тяжко, тебе это тянет, да, ты считаешь, что истина в другом. Ну, пожалуйста. Я не навязываюсь. Вот, а, конечно, когда мы с вами читаем вот это, то, что сегодня читаем, отголоски такие, вот этих вот, знаете, всех систем. Псевдо-христианских, где там вот это тоже монах, там он безгласный раб своего старца. Какой бы он там умный, добрый, его в патриках не показывают, но мы видим систему, что он становится рабом. И вы знаете, я сам точно так же опытом изведал по жизни, это в разных сферах, и в том числе, конечно же, вот таких духовных, религиозных, что я сам говорю, естественно, ты приходишь ко мне, да, вот ты видишь, что я учитель, я специалист в своей области, ты видишь какого-то человека, который может тройное сальто с переворотом сделать. Ты приходишь, конечно же, ты у него молча учишься, ты не выпендриваешь, ты не говоришь, а, это невозможно, или это так, а надо вот так. Он говорит, ты куда пришел, ты ко мне учиться пришел, или я к тебе. Это действительно так, точно так же делал Иисус, да, он много раз останавливал, отдергивал, отодвигал от себя людей, которые и противились истине. Ну, по сути, противились ему, потому что он и был носителем этой самой истине. Тут я тоже это познал, да, и это, опять же, не гордость, это не возвышение, это просто говорит о том, что, слушай, если ты все-таки пришел учиться, тогда учись. Если ты пришел на равных даже, то ты сначала яви свое равенство, я всегда говорил, что, в принципе, уж извините, подвиньтесь, я могу на равных общаться только, грубо говоря, с блогером, там, с учителем, с человеком открытым, вот кого я вижу творчество, я могу и на него посмотреть, изучить. Может быть, съездить познакомиться. Это не он приходит там за скрытой аватаркой, за неизвестным ником и логином, да, и начинает меня на равных учить жизни. Я о тебе вообще ничего не знаю, мы уже не на равных, я открыт, ты закрыт. Мы уже не на равных. Хочешь стать равным, откройся миру, тогда ты станешь равным. Я от закрытых аватарок, да, с непонятными никами, логинами и аватарками, чуть ли не полусатанинскими, никаких обличений, да, ничего не принимают, даже не советов. Я ничего о вашей жизни не знаю. Вот, с закрытыми соцсетями, с отсутствием фотографий, личной информации. Я, конечно же, да, я выше вас. Потому что я открытый, я смелый, я у всех на виду. Вы спрятались. Если вы живете такой жизнью, так проповедуйте. Иисус призвал нас сотворить и научить прежде всего за свидетельство из жизни, что ты так живешь. Ко мне может каждый приехать, и я вот при вас буду вести обычную, свою нормальную жизнь. Я всех звал к себе в гости в деревень, когда живу. Ну, здесь не моя квартира, папа, и... Вот, но даже если вы сюда приедете, я всегда найду место, где вас положить, да, сам где-нибудь лягу на полу. Ну, жизнь буду вести обычную, какой я и живу, да. Я ее не скрываю, ни как я выгляжу, да. Ни как живу, ни что говорю. Вот. Вы такой жизнью живете, чему ты можешь меня учить. Вот, и поэтому, конечно же, тут хотите, не хотите, хотите действительно на равных в этом плане. Так откройтесь тогда. Это очень важно, да. Откройтесь миру. Хотя бы откройтесь мне. А то вы, да, я говорю, вы в личку стучитесь под такими же скрытыми аватарками, там, под всем в мессенджерах, в соцсетях. Вот. Ну, ладно, что-то я, по-моему, уклонился. Мы сегодня вообще говорим о пожертвованиях, да. Я немножко... Ну, тут тема затронута, вот это учительство. Видите, меня несет, конечно же. Вот, и поэтому, знаете, вот система как-то, да, он что-то там продал, все, нестяжателен. Ну, такое себе, да. Непонятно. Если этот учитель такой же нестяжательный, все продал и живет вообще на подаянии манной небесной, такое может быть, да. Тогда зачем ему деньги этого ученика? Ну, они могут вместе тогда раздать. Ну, в общем, все тут непросто. Я вообще как бы немножко против такого. Я сам, кто знает, конечно же, так как я вот именно публичен, ко мне сам вначале стали обращаться нуждающиеся. Сколько могу, сам помогаю. Сколько могу, призываю тех, кто меня окружает и даже людей посторонних, так скажем, через вот интернет, не знаю, кто на другом конце провода, да. Через них тоже помогаем. То есть, вот опять же, плавно теперь переходим к помощи всем людям на земле, живым существам и так далее. С этим, я надеюсь, разобрались. То есть, конечно же, поддержка нужна. Все. То есть, если мы, тем более, становимся там друзьями, об этом вообще вот ученик-учитель. Вот опять же, Иисус называл своих учеников друзьями, братьями, да. То есть, тут, знаете, тоже что-то кому-то кто-то отдал, тут не отдал. Другое дело, все мое, твое. Вот это чему учил Иисус. А вот эти вот практики, я с ними не совсем согласен. Все мое, твое, да. Вот, тут, тут опять же, конечно же, повеление сердца каждого человека, пожалуйста, можешь хоть все продать и отдать своему учителю. Но тут опять же, тут такое слово должен стоит. Вот это уже меня настораживает, да. В свободе, если ты настолько доверился этому человеку, может быть, да, и ты действительно, говоришь, ты лучше меня этим управишь, да. Я сейчас могу пойти отдать даже кому не надо. Зло может быть и во вред, да. Ты доверяешь этому уже учителю, которому ты пришел настолько сильно, да. Это все можно делать, если это повеление сердца в свободе. Вот. Если учитель тебя не прессует, не пугает, не как-то ложно мотивирует, да, там, обещая какие-то воздушные замки. Одно дело, ты знаешь, просто, вот я говорил, у меня мечта веган-кафе открыть. Я как, так, хоть небольшой ресторатор, потому что занимался, говорил, это одна из моих профессий. Я понимаю, сколько это надо денег, особенно в Москве, да. Если вдруг люди захотят вместе в складчину это открыть, во-первых, я сто раз предупрежду, что это бизнес, это рисковое дело, да. Это мы можем все потерять, и я в том числе, да. Я, возможно, так же вложусь, если у меня там какая-то что-то у меня будет, да. То есть мы потеряем деньги, мы потеряем. Не я, не ты, а мы. Кто, потому что у всех будет, может быть, разное накопление, так далее. И, опять же, ты готов, то есть не надо продавать квартиру для того, чтобы это кафе открывать. Я тогда записал ролик, допустим, вдруг у кого-то появится желание, деньги. Я же не знаю, кто меня слушает, пути господни неисследимы, да. Завтра какой-нибудь миллионер покается и скажет, слушай, давай. Или услышит меня какой-нибудь актер, веган и скажет, что, слушай, ты умеешь, у меня деньги есть, там, депутат и так далее. Я чисто с этой целью сделал, да. Это не говорит о речи, что человек последнее продал, у него жить негде, жилья нету. Нет, конечно, я на такое никогда не пойду. Вот, поэтому тут такое себе, да. Вот. Иисус не призывал, что должен, да. Вот, хоть он и предлагал тому богатому, иди продай там и следуй за мной, да. Действительно, сам Иисус был таким подвижником. Он видел сердце этого человека. Это же не был обращен призыв прям ко всем, хотя ученики, как мы читаем, его оставили. Тут речь еще идет о братстве. Помните, что Иисус говорил, что всякий, кто от всего тречется, на самом деле ничего не потеряет. Бог сделает так, что у тебя будет еще больше домов, квартир, братьев, сестер и денег. И это действительно так. Потому что я на своем примере свидетельствую, что если ты действительно все это оставишь, ты обретешь намного больше. За все 10 лет, мой такой тоже, я искитался, да, вот такой вот жизни никогда Господь не оставляет. Да. Это действительно так. Вот. Но уровень, опять же, определяет каждый сам. Вот. Я при этом всегда был свободный, кто знает, никогда никому не попадался в какие-то сети, потому что у меня от рождения это какая-то защита. Я сам в себе твердый, твердый, уверенный человек. И никогда вот им мне эти гуру не нужны были в таком вот, в отрицательном контексте говорить, если об этом слове учителя, да. Поэтому в этом плане тоже никуда не вляпывался. Вот. Вы знаете, я же, вы знаете, я дом, кто смотрит этот ролик, я буквально недавно продал дом тот свой в Пузево. И сейчас ищу новый. Я, кстати, в одной деревне ездил, смотрел дом, и как раз оказалось, что и мне соседи стали рассказывать, ее не было, а соседи показывали, мне рассказали. Женщина тоже с Воронежа, я ее не видел, просто по телефону и поехал сам посмотрел тот дом. Они сказали, да, приехала к Папу, продала там в Воронеже недвижимость, купила этот дом, вляпалась, естественно, тут он ее сгнобил. Ну, понятно, она, может, там что-нибудь ее переклинила на паспорта, еще что-то. Короче, они разругались, он говорит, ее тут вообще зафоршмил на всю деревню, она уехала. Вот теперь продает этот дом, сама здесь не появляется. Я говорю, ну, ясно, знакомая история. Естественно, они меня не знают, эти соседи в какой-то деревеньке. Вот вам живой пример, буквально у меня свежий на днях, да. Вот, так что, тут вот такое себе. Все должно быть добровольно, все должно быть от чистого сердца, все должно быть, все вот эти пожертвования с рассуждением, да. В смысле, что ты это даешь даром, ты ничего за это не просишь. На то она и любовь, и дарение, и пожертвование, ты потом за это, кому бы ты не помогал. Может, это потом тебе вообще в лицо плюнет. Дар – это то, что ты просто отдал от чистого сердца. Плюс в душе мы, конечно же, особенно христиане, не знаю, как йоги, такие, как я, по крайней мере, понимают, что все люди на земле, все от одного творца, все братья и сестры. В принципе, даже помогая человеку, и завтра он от тебя трекся и плюнул в лицо, в принципе, ты вспомог своему брату и сестре. Какой бы сегодня этот человек негодяй не был, ты помог, ты, во-первых, помог, когда ему нужно было, и помог человеку, помог своему родному. Когда человек по-настоящему познает Бога и истину, он понимает, что для него не только его родственники, мамы и папы, дети, которые младше его, для него все люди на земле становятся родными. И помогая им, он не делает им одолжение, он не дает в долг, он не превозносится тем, что он дает. Он это делает, потому что он должен это делать, как апостол Павел в одном месте написал, не оставайтесь должным никому, никогда никому, кроме взаимной любви. Вот здесь похожая ситуация по поводу пожертвования. Но мы с вами второе прочитали. Мы, наверное, не дочитали. Давайте я прочитаю вторую часть. Ролик что-то длинный у нас получается этот раз. Дарение подразумевает, с этого же сайта, да? Дарение подразумевает взращивание великодушия, раскрытие сердца, переживание единства с другими посредством практики подаяния, производило сочувствием и смирением тем, кто живет в достатке и хорошо зарабатывает, для пользы того, кто нуждается. Это практический путь развития духа жертвенности и отрешенности освобождения ума от привязанности к земному богатству, которое выступает наиболее опасным препятствием на пути духовного развития. Ну вот мы с вами прочитали вторую часть. Что я хочу сказать? Вообще мне, вот эти егические немножко, вы знаете, они зациклены на какой-то такой эгоистической, и все равно они вроде бы и говорят о связи мира во всем мире, всего живого на земле. При этом вот когда читаешь такие тексты, у меня они вызывают холодность. Что вот ты в себе какой-то дух жертвенец, как будто это что-то такое отдельное, ты в себе это взращиваешь. Да, я сам все время говорю о личностном счастье, да, что без него невозможно сделать другого счастливым. Ну вот от йоги я всегда чувствовал йогизма, не в частности от йоги, как от человека, он может быть разным. Но вот читая такие тексты, я чувствую холодность. Конечно же, когда я видел жизнь и учение Иисуса Христа, читал, я всегда видел тепло, искреннюю любовь и заботу. И я лично через Христа познал, что мы действительно все дети одного Творца, и каждый человек на земле мне родной. И я ему помогаю не потому, что я в себе дух жертвенности хочу развить, а потому, что мне любовь открылась. И я действительно принял эту любовь. И что значит принял? Бог есть любовь, Бог есть бытие. Как я вам говорю, то же самое. Бессмертие веришь ты в это, нет, оно просто есть. Ты либо принимаешь и живешь в мире, обретаешь полноту счастья, либо ты это отрицаешь и борешься с этим всю свою жизнь. И всю жизнь ты несчастлив. Вот то же самое здесь. И вы знаете, ты просто принимаешь сам себя. На самом деле, любовь, она в каждом человеке. Я просто раскрылся сам себе. Я же всегда тоже любил всех людей. Да, понятно, мир лежит во зле, и невозможно сердцем любить нехорошего человека. Об этом я тоже постоянно говорю. Человек, который тебя бьет кулаком в лицо, ты не можешь его сердечно сейчас любить. Но умом ты уже понимаешь и любишь действительно всех. И уж тем более, вот именно, твоя сердечная любовь все равно будет всегда к любящим тебя. Но уже к посторонним, вот до покаяния, до обретения и погружения в эти знания и в это бытие, ты уже даже и посторонних. Я и раньше говорил, до покаяния я всегда не проходил там мимо нуждающихся. Хоть 10 рублей всегда там брошу, неважно, кто это, подставные там инвалиды сидят настоящие. Они сидят, я чтобы у меня не щемило, вот как здесь по югидическому учению, я бросаю, да, в себе дух жертвенности. Потому что меня что-то внутри облицает. А вдруг это нуждающиеся, да? Мало ли там это, пусть даже это аферисты подрабатывают. Он-то я вижу явно без ноги или без руки. Не важно, что там его действительно нехорошие люди, как там бандиты, ими там управляют, все это держат, да. И по большей части у них все забирают. Но что-то им остаются эти крохи. И я вынужден ему что-то бросить, чтобы он совсем с голоду не помер. Но, конечно же, когда я стал, покаялся, признал эту любовь, и все люди мне стали особо близки и дороги. То люди, которые не делают мне зла, я говорю, я к ним уже больше чувствую, но вот эту сердечную любовь стал испытывать. Я, бывает, прохожу не просто так на улице. Я начинаю расспрашивать, я подхожу к этому нуждающему, спрашиваю, чего у тебя, почему ты здесь вообще стоишь. Может быть, я могу решить эту проблему. Может, он стоит и за 1000 рублей. Тогда я ему не 100 рублей, не как раньше 10, не как сейчас 100, там я 50 подаю, да, даже на улице. Я, может быть, 1000 могу дать, а мне есть 3000 и 5000. У меня такое не раз уже было, да, я это делал. Я расспрашивал, человек мне говорил, вот у меня такая нужда, там бабушка, мне за газ заплатить нечем. Я давал. Я давал 2, 3, 5 у меня было, да, даже на улице. Кто видел, как я делаю в интернете сборы, да, человек мне там просил вот на столечко, я, естественно, ему давал вот на столечко, как правильно показать, не знаю, какие-то неприличные жесты вспомнились, да. Вот, и человек просит меня на столечко, я всегда начинаю, я сам вцепляюсь у этого человека, там целиком расспрашиваю, что у тебя, какие проблемы. И такое уже было не раз, и старался решить эту проблему целиком. Знаете, тоже есть эти мудрости, они, вон, летучие, ходят по интернету с разными картинками, тоже очень хорошо сказано. Если ты не можешь решить человеку проблему целиком, не надо вообще тогда ему, как бы, пытаться решать. Да, это не совсем правильная фраза, это если мы не можем что-то целиком помочь, не значит, что мы не должны вообще пытаться и помочь хоть на сколько-то. Ты на сколько-то помог, другой на сколько-то, да. Тут речь должна идти, и эту фразу можно только правильно понять в том духе, что действительно, если есть возможность, ты попробуй ее решить целиком. Может быть, ты можешь это сделать, да. Не просто так, там, решил на сколько-то, и неважно, дойдет это до конца, нет. Вот, ты же можешь узнать, может быть, ты можешь ее решить. Да, это может быть не в твоих возможностях решить эту проблему, но а вдруг в твоих. Вот, и поэтому, конечно же, то, что вот это вот развитие внутреннего, нет, это просто должно все естественно происходить. То есть, в каком плане, надо просто смотреть на себя. Если в тебе это естественно не происходит, то вряд ли ты имеешь в себе Духа Божьего, потому что Дух Божий – это Дух любви ко всему своему творению. Если в тебе Дух Божий, ты любишь все свое уже вместе с Богом, ваше творение, да. Единственное, я хочу напоследок сказать, ну или нет, закончим, может быть, на хорошей ноте, да, а вот тоже, знаете, вот тоже с этими пожертвованиями, в принципе, я продолжаю тему. Конечно, я тоже немножко вляпывался в том плане, ну да, у меня, вот именно есть возможности, но знаете, у меня тоже не всегда были, всегда есть возможности. Люди не бегут и через меня помогать. И вот в определенное время я уже от опыта говорю, вокруг меня их собралось много, а помочь мне их нечем. А они уже чуть ли не требуют, сменять, трясут, а где я их возьму? Я даже при желании, если устроюсь на работу, я уже всех их не обеспечу, их намного больше, когда как раз мы всеми как-то помогали, причем тогда меня как-то окружало, когда я был более мягок в своих проповедях, да, пас людей не жезлом железным, а мягким перышком поначалу. Как-то вокруг меня было побольше людей, да, я их собирал, как-то терпел все их не беззакония, так скажем, да, и относительно себя, и относительно других, как-то все это было поживее. Когда я стал действительно пасти железным жезлом, да, людям действительно достаточно ультимативно проповедовать святости, призывать к совершенству, если не хотите, давайте так как-то краями, пожалуйста, ролики мои свободны, доступны, но личного общения я иметь не хочу. Да, если ты не хочешь раскаиваться и преображать свою жизнь в Иисуса Христа, так скажем, да, в святость, совершенство, в любовь, в Бога, то, конечно же, сейчас у меня почти у самого никакой поддержки нет. Я сам еле-еле свожу концы, сам. Не то, что там помогать кому-то, сам. И когда люди, которые меня раньше окружали, которыми я старался, помогал, я за эти годы, вот за сколько я в Ютубе, там, больше трех лет, около двух или трех миллионов, я даже уж потом считать перестал, сколько через меня прошло вот помощи, да, начиная с крупных. Я помню, только за первый год, там, больше миллиона собрали, там, да, дома, дома помогали отделать все это, газы, там, ежемесячная была поддержка каждому, там, в районе 50 тысяч раздавалось только через меня, вот. То есть, это большие суммы прошли, потихоньку все это ушло. И сейчас я сам живу опять, вот, не поверите, на 5-10 тысяч, то сейчас, вот, на сегодняшний день, там, коронавирус и так далее у людей, видимо, и так. У меня даже язык уже не поворачивается вообще, говорить о какой-то поддержке. Думаю, ну, как-нибудь выживу, Господь на сердце кому надо положит, да. Слушают меня мало, блогер я неудачник, да, никакого чего-то у меня развития нету, вот. И, ну, а оставить я это не могу, более того, я не хочу это, да, мне хочется это делать. И вот как-то так живу и живу тоже одним днем. Но мне действительно помогать сейчас нуждающимся нет. И вы знаете, такой был переломный момент вот здесь, и, в принципе, все это так естественно произошло тоже. То есть, я просто, действительно, мне нечем помогать. Я уже объявляю сборы, они ничего не дают, никто, ничего. Я в группу скидываю, я отдельные ролики записываю, люди не реагируют. Меня смотрят-то 10 человек, и те, кто не хочет, кто не может, я не знаю. По факту деньги не приходят. А те, кто ко мне вот привел Господь, да, ну, привел, когда я мог помочь, начали чуть ли мне там ни требования выставлять, ни ездить, ни благодарности, наезды. Целыми днями мне пишут, что вот, дай, 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 где я их возьму. И вы знаете, конечно, я уже стоял достаточно твердо, грубо я не отвечал, но твердо и жестко. Говорят, ну, сколько можно? Я говорю, мне нечего дать. Ну, что я должен сделать? Я говорю, почему я за вас? У вас там проблемы эти вечные. Причем некоторые люди, такое ощущение, что и не хотят их решать. Некоторые привыкли приселивать сюда ко мне, у меня уже сложилось впечатление. И здесь им было хорошо. А когда здесь ничего не оказалось, и я решил эту шею убрать, потому что она просто согнулась, потому что ее уже просто нет, эта шея не на чем катать, да. Люди никак не хотели с нее слазить, да. А я, где я, что я? Мне самому стало, мне от этого неприятно. У меня точно так же портится настроение. Люди вызывают у меня это чувство вины, незаконное, потому что я ничем не могу им помочь. У меня у самого проблема со здоровьем. Я даже при желании, мне тяжело свои проблемы-то решить. Мне сейчас недоступна любая работа, да. Уже давно такое, да. То есть мне свои сложности. Такое ощущение, никакого дела нету. Они вот сели на мне и все, и едут. Вот такое я тоже в своем опыте уже в христианском пережил. И могу сказать, что, конечно же, все это надо делать с рассуждением. Почему я сам? Вот как тут мне еще что не понравилось, то, что мы с вами прочитали. Здесь как-то было написано, что, знаете, как в том же самом ортодоксальном псевдо-христианстве, там, и особенно в протестантизме, я говорю, заканчиваю там вообще безумным богословием процветания, евангельным процветания. Там людей не только десятины обдирают. Там действительно тоже квартиры, все, машины, врабы. И кредиты берут, и отдают все этим лидерам. Это беда. Но даже здесь так было как-то упомянуто, что он какую-то часть откладывает. Вы знаете, все это части, там, все, где есть несвобода, какие-то цифири, какие-то правила, я против этого. Вы знаете, есть такое, вроде как Брюсли приписывает эту фразу. Дисциплина – это не ограничение моей свободы. Это, как же он сказал-то? Ой, уж забыл, что ж такое-то. Ну, вы поняли, что это дисциплина, это не ограничение свободы, за что я всегда рад. А что же он сказал-то? Ну, ладно, не суть важна. Забыл. Ну, а то есть это меня просто держит в рамках, да? Это мне полезно самому. Я сам себя, я сам ставлю себе эти какие-то ограничения. Вот так, да. Поэтому все это должно быть по сердцу на самом деле. Надо жить живой жизнью, месяц на месяц не приходится, у людей разные проблемы, разные сложности и так далее. Действительно, начинать помогать кому-то надо всегда с тех сумм, за которые у тебя хотя бы сердце не щемит. Потому что с тебя сердце щемит, это, конечно, беда. Но, опять же, надо забывать, что надо что-то стараться от себя оторвать. Вот это действительно настоящий пожар. То есть у тебя вот не щемит, а потом прибавь чуть-чуть к этому не щемит, чтобы тебя чуть-чуть защемило, чтобы ты себя познал. Вот, конечно же, подавать надо не миллионерам, а нуждающимся, да? Вот все вот эти вот нюансы должны быть, конечно же, соблюдены. И вот я говорю, я тут с вами своим опытом поделился, да. И хочется, чтобы через этот опыт другие, особенно кто тоже действительно просит, пусть оказывается в нужде тоже, вы уж извините. Я говорю, я сам к себе это применяю. Все-таки свои проблемы надо, вы можете попросить, но вам никто ничего не должен. То есть так же, как и мы, мы должны помогать. Мы никому ничего не должны, кроме взаимной любви. Но те, кто просят это, не имеют спрашивать. С тех, кто это добровольно, то любовь являет. Тут я говорю, моя проповедь, как Иисус, к обоим сторонам обращена. Да, вы должны эту любовь оказать, но вы не имеете права этот долг с них спрашивать. Вот, потому что вы нуждают, человек остается в этом плане свободе, да. Потому что я говорю, я сам в это, как говорится, тоже это прошел. Это неприятно, да. У тебя ты начинаешь терзаться. Думаешь, что же я за... Где я их возьму? А ты начинаешь терзаться, я и вроде как пытаюсь человеку делом христианства являть. Причем, вы знаете, прошел такой опыт и неблагодарности. Причем за такие тоже реальные дела, так скажем. Да, не то, что ты там считаешь, но ты же знаешь. Да, к сожалению, неправильно трактует там слова Иисуса, когда там творишь милость, чтобы рука твоя не знала, что делает правый. На самом деле, там Иисус говорит совершенно о другом. Он опять говорит о тщеславе, о похвальбе, да, о действительно каком-то счете и так далее. На самом деле, когда человек творит милость, он прекрасно знает о себе, да. Иисус поэтому говорил, естественно, и сказательно вот о таких вещах, о которых он говорил не раз и прямо, да. О тщеславе, я говорю о превозношении, о том, что ты там за это потом что-то спрашиваешь и так далее. И поэтому просто тоже, конечно, проходил этапы неблагодарности. С другой стороны, кто мне помогал, я тоже много раз думал, может быть, я им казался неблагодарным, да. Кто-то считает, что я ему должен прям туфлить, славить, я много раз говорил, что это вообще сослужение. Не нравится, я говорю, мне тоже хочется просто на все это плюнуть, бросить и оставить. Особенно, когда не видишь никаких плодов, не видишь поддержки. Ты просто задумаешься, кому это вообще все надо. Тоже, когда вот просят о помощи, тоже они просят. И потом ни привета, ни ответа, ничего, даже действительно не спасибо, ни отчетов. Отчетов не в плане, все говорил, там, вы, может быть, на какие-то личные нужды что-то даже потратили. Там, больше получилось собрать, я всегда все это переводил, да. Но хотя бы элементарное спасибо. Видео сообщения, да. Я это, люди, люди, может быть, тоже достаточно, не требуют каких-то бумажных отчетов, да. Но вот это элементарное спасибо, что вы живой человек, что это не фейки. Сейчас сколько обманов, разводов в интернете. Люди, кто-то боится жертвовать, да. Неизвестно, какие просто посты безгласные, вот. Поэтому я всегда записывал ролики. Просил, чтобы кто просит, какой-то ролик записал. Сам я вот живой, да, все это знают. Так что вот так вот. Поэтому тут все надо, есть такая вещь, как мозги, да. Их надо никогда не выключать, они должны всегда работать. Ко всему приходится с рассуждением. Конечно, не надо превратиться в закосневелого, неверующего Фому, как это любят говорить, да. Всех во всем подозревать, не доверять людям. Надо прежде всего доверять человеку. Если, конечно, он себя проявит как-то или что-то вскроется, нечестивое. Человек там, может быть, обманывал. Ну, что ж. Лучше помочь, знаете, тоже. Однажды я услышал такую великую фразу, она у меня на всю жизнь засела. Лучше помочь. Лучше помочь врагу. Да, то есть ты не знаешь и помог. И лучше он, если он враг, окажешь, лучше помочь врагу, чем не помочь другу. Вот если ты пройдешь мимо. Вот если ты не поверишь. Вот лучше помочь, пусть он даже врагом окажешь. Ну, лучше сейчас помочь, чем окажется, что ты не помог другу. Ну, это в определенном месте. Это в фильме Михалкова «Статский советник». Там есть свой контекст. Действительно было велико и глубоко и мудро сказано. Давайте закончим на какой-нибудь положительной эмоции. Но тех, что-то мне так хочется особенно этот ролик закончить. По поводу поддержки. Мы действительно все на земле родные. Надо друг другу помогать, поддерживать материально, словом, всем. Делом, словом. Ну, где слово есть дело. Все с рассуждением. Никому, конечно, никаких квартир не продавайте и не раздавайте. Даже если вы отшельник, мне кажется, это глупость. Поддерживайте нуждающихся. Сами управляйте своим имуществом. Не надо никому ничего вверять. Я с этим против. Даже вот то, что мы читаем, там, Иисусу служили своим именем. То есть им помогали, их поддерживали. Ты можешь человеку, этому любому гуру, учить сказать, слушай, все мое, твое, ты всегда можешь на меня рассчитывать. И вот на сегодня я готов тебе вот там столько-то постоянно помогать. Или еще что-то. Каждый сам для себя все это полагает по жизни. Кому-то вы можете какую-то семью там на улице поддерживать. Многодетных каких-то. Но все по сердцу, все по сердцу, по желаниям. И не с целью в себе какой-то добродетель, жертвенности развить. Если вы действительно познали Бога, то, в принципе, для вас даже то, что я сегодня говорю, просто толкание воды в ступе. Потому что вы уже все это знаете. Ну, а кто нет, вам надо обратиться к Богу и познать истину. Потому что истина, она в любви, да? И делать кого-то счастливым, нужно помочь нуждающимся, подарить человеку счастье. А наш смысл жизни в этом счастье. Вот. Наверное, все. Я уже начинаю выдавливать из себя. Все. До встречи в следующем ролике. Пока-пока. Итог какой? Мы с вами поговорили, да? О том, что такое йога данное мы с вами узнали. Тексты мы можем по-разному воспринимать. Я опять скажу ту же фразу, что говорю постоянно. Если, в принципе, то, что это я текст, эти вижу, как я читаю. Но здесь мы сегодня видели слишком много непонятных таких слов, которые меня лично не устраивают. Должен. Продать все. Да, дать учителю. Все это развитие своих духовной жертвенности какой-то. Нет, это развитие, что надо в себе любовь раскрыть. И это должно потом прийти вначале через дела. Да, меняется и дух. Вот. И, конечно, понуждать себе надо. Ну, то, что мы с вами читали, сегодня не совсем так было написано. Но, опять же, это тексты. Тексты на определенном сайте. Как я вас предупредил, даже этот сайт, я с ним познакомился. Там, кто это? Автор, кто создатель. Так далее. Это определенный человек, группа людей. Это далеко не вся йога здесь, да? Просто на основании прочитанного, как видите, я из-за одной немножко якобы мы знакомимся с йогой, пусть через конкретных людей. На Википедии вообще нет никаких статей по этому вопросу. Мы с вами из тех 10 ступеней, 10 шагов по второй ступенечке, там только две последние, есть что-то еще на Википедии. Поэтому вот эти 8 мы с вами будем второй ступени тоже смотреть, обращаясь вот к сайту, который я вам все время показываю. Но при этом я же вам не говорю, там все плохо, да? Не знаю, как. Вот я вам рассказываю, как делюсь своим опытом. Рассказываю, как я вижу, как поступаю, да? Каких шишек набил. И как вижу будущее какое-то, если мне еще что-то не открыто. Но я только предполагаю. Поэтому, конечно же, практикой пожертвования заниматься не просто можно христианину, а нужно, да? И это естественно, это должно для человека. Поддерживать друг друга, близких. Вот. Это помогать нуждающимся. У нас всегда хоть 10 рублей в Сегрил тоже есть. Вот вы идете по улице, да, там эти нуждающиеся с шапочками там лежат. Да это сколько тебе не жалко. Не важно, может быть там это аферист какой-нибудь скрюченный. Да дай 10 рублей тогда. По сердцу. Если ты ешь реально бабуля стоит в полный рост с клюкой, еле стоит. Это и так понятно, да? Вот. Помогайте сколько можете, сколько на сердце, да. На какой-то пост я же много раз рассказывал. Видите, что это прям попахивает аферизмом. Если, конечно, вообще сердце не щемит, да, ты прям видишь какой-то косвенные какие-то причины, как это сделано, отсутствие ссылок, да тогда тебе и сердце не щемит. Отпусти это и все. А если щемит, то по щемлению. С щемит не сильно. Естественно, ты ей поможешь, ты все узнаешь. Видишь, это реальная история. Может быть там дозвонишься, пообщаешься через кого-то. Или через людям, которым ты доверяешь. Это все пришло. А щемит совсем немножко. Ну, переведет там 10 рублей с телефона, да и все. И будешь, что? Подвизаться, упражняться в благодетельстве. Ну, все у меня на этом. Все. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok